Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском чемпионате. И мы сосредоточимся на матче Краснодар-ЦСКА, который при прочих равных был бы, ну, знаете, наверное, центральным матчем тура. Учитывая то, что и ЦСКА имеет амбиции и имеет прекрасных футболистов, и Краснодар на начало этого сезона тоже воспринимался как кандидат на, вообще там, не знаю, чемпионский титул, на борьбу за медали и так далее. Но вот сейчас, ну, скажем так, и у тех и у других есть определенные проблемы. Краснодар лишился практически всех иностранцев, поэтому мало того, что команда несет колоссальные потери из-за отъезда легионеров, так они еще и теряют футболистов из-за травм и различных иных обстоятельств и проблем. Ну, а что касается ЦСКА, они после очень яркого старта второго полугодия, когда команда благодаря новым звездным легионерам ощутимо прибавила, вот сейчас армейцы находятся на явном спаде, поэтому здесь, с одной стороны, вывеска крутая, с другой стороны, было понятно, что и у тех и у других очень много проблем. И было понятно, что, откровенно говоря, ни для ЦСКА, ни для Краснодара этот матч не является каким-то принципиальным, то есть турнирных задач нет ни у одной, ни у другой команды, и Краснодар, и ЦСКА сейчас очень активно доверяют своим молодым футболистам, идут на эксперименты. В общем, знаете, такой уже полутоварищеский матч, можно сказать, по сути, потому что смотришь состав ЦСКА, и вот тебе Мухин на правом фланге обороны, Майо Фернандес в центре, защиты Ушаков молодой появляется, Торба появляется, то есть ребята, которые совсем недавно были никому вообще неизвестны, кроме самых поеданных фанатов ЦСКА, смотришь состав Краснодара, ну там вообще такое ощущение, что это не Краснодара, а Краснодар 2 вышел, к которому добавили Сафонова, Ионова и парочку других футболистов. В общем, получилась специфическая игра, и давайте ее обсудим, потому что, с одной стороны, конечно, зрелище получилось не такое, как бы это сказать, качественное, как мы ожидали. Вот согласитесь, если бы тут был Ремика, Белла, Бутхейм, Кордуба, и против них все лучшие футболисты ЦСКА, вот это был бы матч на уровне европейских первенств. А так, с одной стороны, не так здорово по качеству, с другой стороны, посмотрели на российскую молодежь, что тоже очень интересно. Ну и вообще, встреча получилась достаточно занимательная по ряду причин, давайте ее обсудим. Но сперва, хотелось бы отметить, что наш спонсор, это компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии, то вы получите бонус, 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к стартовым составам, которые, ну скажем так, многих удивили. Как я уже сказал, у Краснодара сейчас практически нет легионеров, и при этом команда не досчиталась целого ряда других исполнителей. Сорокин, например, пропустил эту встречу из-за дисквалификации, не было того же самого Газинского. Ну и плюс на скамейке запасных остались, например, Мартынович и Чернов. Ну и плюс Ильин. В отсутствии этих футболистов в основе появились игроки, ну скажем так, из резерва. То есть на левом фланге вместо Чернова, например, играл Пивоваров. В центре защиты, в отсутствии Сорокина и Мартыновича, обоих, получается, играли Стешко и Бородин. В нападении появился Алус Сеогун, вот этот вот нигериец из дубля команды. И с одной стороны, кто-то скажет, что как-то все странно, зачем? Уж лучше, наверное, наигрывать какие-то сочетания, которые будут эффективны в следующем сезоне. Ведь, объективно говоря, наверное, нужны будут опытные исполнители для быков в следующем году. Те самые Черновы, Мартыновичи, Ильины и так далее. Но с другой стороны, мы видим этот матч, где Краснодар играет против ЦСКА. И мы видим, что быки вот в этом полумолодежном составе, ну вообще ничем не уступают своему сопернику. Хотя вот вся защита, это вот просто вот ребята из дубля. Пивоваров и Саенко, Стешко, Бородин. И все. Понимаете? Дальше, в центре поля Черников, Спертян и Коревцов. Окей, нужно понимать, что каждый из них уже по-своему опытен. Спертян и Черников, они были основными еще до отъезда легионеров, но это все равно молодые ребята. Ну а впереди Ионов, вот единственный такой опытный здесь, действительно такой ветеран, вожак стаи. И здесь же Олес Серган, вот этот и Манелов. Ну что ж, знаете, стоит отдать должное Краснодару. Действительно, молодежка у них отличная. И вот эта мечта Галецкого о том, что у него будет один из воспитанников в составе, она вполне может воплотиться в следующем сезоне. Может быть, это будет основное сочетание. Ну и хотелось бы отметить вообще, что мне нравится Краснодар. Вот этот фактически дублирующий Краснодар. Краснодар плюс парочка опытных игроков, они играют интересно, дерзко, любопытно. Они идут вперед, они комбинируют. И это то, о чем говорили многие, что Краснодар 2 играет в той же самой стилистике, в которой стремится играть первая команда. В общем, любо-дорого смотреть на этих пацанов. Ну и Ионов здесь, знаете, как Горлукович в свое время был в молодом составе Спартака, таким дядькой. Вот здесь Ионов. Что касается ССК, у них тоже хватает молодежи и тоже хватает экспериментов. Щенников на левом фланге обороны в центре, Дивеев и Марио Фернандес фактически, хотя Марио очень много устремлялся и в атаку с позиции правого центрального, и Мухин на позиции правого защитника. Вообще, странный эксперимент, если честно. Еще в предыдущем матче многие кредитовали Березутских за решение перевести Мухина на правую бровку, но кто его знает, может быть, в дальнейшем это будет иметь определенный результат. В конце концов, и Сесар Аспеляко это не сразу освоился на позиции третьего центрального у Конты, но зато когда освоился, ох, какой футболист был. Ну, в общем, здесь понятно, что и Краснодар идет на какие-то эксперименты, и ЦСКА тоже. Ну и в полузащите. Вот, пожалуйста, Обляков, рядом с ним Ушаков, Егор Ушаков, и рядом с ним Тарба, Караскаль и Эджуки. Вот такая вот группа полузащитников. Разумеется, здесь есть определенное распределение ролей между ними, но так или иначе, мне кажется, что здесь следует разбирать каждого по отдельности, потому что интересно следить за вот этими молодыми ребятами из системы ЦСКА. Ну и вперед выдвинут за болотный. Хотелось бы отметить, что в составе ЦСКА, конечно же, не хватает многих исполнителей, не хватает, во-первых, защитников критически не хватает, что и вынуждает идти на подобные меры в виде Фернандеса в центре защиты. При этом, что очень важно, ЦСКА играет без футболиста, который, наверное, тащил команду в первой части второго круга. Они играют без своего Звездного Турка, поэтому здесь без Языджи, ну, наверное, у ЦСКА действительно очень многие моменты в игре провисали. И это давало определенный шанс даже такому молодому Краснодару показать себя. В итоге, если мы говорим о матче, то игра получилась обоюдоострая, достаточно веселая и задорная. И говоря по факту, здесь победить могла и та и другая команда, на мой взгляд. Процент владения был плюс-минус одинаковый. У ЦСКА, по-моему, даже было какое-то преимущество по ударам. Небольшое, там где-то 14-17, по-моему, в пользу армейцев. Но оно все-таки было. То, что Краснодар смог победить, ну, скажем так, здесь следует отметить, что ключевым фактором стала реализация. Потому что гол кайфцован, но это что-то с чем-то. Это, что называется, жахнул и попал. Вот это действительно талантище, вот это действительно удар. И здесь никаких вопросов к Акинфееву он потащить просто физически такое не мог. И с другой стороны мы видим ЦСКА. И ЦСКА, где играет Заболотный, очень толковый парень, очень фактурный такой качественный столб, который способен цепляться за дальние передачи. Но сколько же он запорол моментов, вот ей-богу. С одной стороны, кто-то скажет, что если моменты возникают у нападающего, значит, он 50% своих функций выполнил, справился с первой задачей. Выйти на позицию, удачно открыться, освободиться, создать момент. Но все-таки нападающий должен забивать. И знаете, в этом сезоне вроде как в какой-то момент появилась надежда, что Заболотный действительно разобивался. И это больше не тот нападающий, который забивает там по 3-4 мяча за сезон. Но, к сожалению, видимо, проблемы у него по-прежнему остались. Как в свое время Ловчев сказал, что нападающий это не позиция, это призвание. Вот Заболотный, наверное, все-таки не нападающий. И в данном вопросе, мне кажется, ЦСКА очень рассчитывает на Чалова. Потому что Федя, ну, в базале вроде как периодически показывал себя неплохо, забивал. Может быть, новые эмоции ему помогут. Потому что с Заболотным и его вот этой потрясающей реализацией моментов, ну, конечно, тяжеловато будет армейцам, в том числе в следующем сезоне. Потому что сказать, что Краснодар идеально защищался здесь невозможно. Быки вот с этой молодежной бандой, с молодежной четверкой в защите регулярно косячили. Очень много ошибок. И вот дальше нужно было просто реализовывать эти ошибки. Но то Сафонов вытащит, то Заболотный ударит не туда, куда нужно, то еще что-нибудь произойдет. При этом хотелось бы отметить, что Акинфеев тоже показал себя. Вот эта дуэль прошлого и будущего, легендарного Акинфеева и в будущем, возможно, легендарного Сафонова, который должен стать основным, дай бог, на длительную перспективу. Вот тут, мне кажется, неплохо показал себя и один, и другой голкипер. И, в принципе, в этой игре, как я уже сказал, все могло развернуться вот на 180 градусов. Могла быть и победа ЦСКА, если бы они лучше использовали свои моменты. Здесь было видно, что над командами не давлеет результат. Что и те, и другие играют в охотку, играют весело. Тем более, что и у тех, и у других много молодых футболистов. Это было прикольно, это было интересно, и это позволило раскрыть игру. А учитывая то, что в защите все, в кавычках, замечательно, и у ЦСКА, и у Краснодара, то моменты были по обе стороны баррикад. Ключевым стало вот именно вопрос реализации. То, что одни упустили моменты, а другие забили. Ну, не то чтобы из ничего, но гол чисто на исполнительском мастерстве. Что мне также понравилось в этой игре. Хорошее движение, и с той, и с другой стороны, все-таки молодые ноги по-прежнему хорошо работают. Хоть и концовка сезона, но силенки-то остались. Здесь Краснодар продолжает гнуть свою линию в плане своей стилистики. Очень понравились перемещения атакующих футболистов. Вот этот темнокожий паренек из дубля. Много перемещается, цепляется и так далее. Манелов очень хорош. Мне нравится то, как он находит свободные зоны. Ионов против бывшей команды. Показал себя тоже, в принципе, неплохо. То есть здесь, в условиях вот этого футбола краснодарского, атакующая группа чувствует себя комфортно. Тем более, что полузащита, но все-таки она здесь статусная, скажем так. Черников, Спертян великолепный, тот же самый Кривцов, который вот такие мячи забивает. В общем, знаете, с одной стороны, кто-то говорит, что Краснодару будет очень тяжело в следующем сезоне. Потому что не факт, что вообще хоть кто-то из легионеров вернется и вообще непонятны перспективы финансовые. Но если команда продолжит гнуть линию и давать новые и новые шансы вот этим парням. И будет давать им сыгрываться и срабатываться в единый механизм высшей лиги. Вы знаете, такой Краснодар способен на многое. Учитывая то, что все-таки и остальные команды не разбогатеют в следующем сезоне. Тоже потеряют легионеров и тоже будут проблемы. А у Краснодара, получается, уже есть заготовленная почти полностью российская команда на следующий сезон. Которая уже сейчас обыгрывает ЦСКА. Где есть Караскаль, Эджуки, Медина и все остальные. Ну а касательно ЦСКА понравился Эджуки, который здесь, ну скажем так, в отсутствии Медины, который вышел только во втором тайме. И в отсутствии Юсуфа Языджи не хватало, возможно, последнего пасса, не хватало какой-то интеллектуальности. Но Эджуки вот именно вот был тащером, простить за выражение, в этой встрече. Шел в обводке, лез вперед. И это тоже интересно. Потому что сейчас, после вот этого звездного десанта из Медины, Языджи, Караскаль и остальных, Эджуки как-то задвинули на задний план. А по сути своей, таланты-то его никуда не делись. И этот матч лишнее тому подтверждение. Мне кажется, что Эджуки в следующем сезоне может стать полноценным лидером. Даже с учетом наличия всех вот этих новых игроков. В общем, такие дела.